Дорогие друзья, представляем вашему вниманию очередное видео из цикла «Давайте разберемся». Прежде чем перечти к сегодняшней теме, хотим обозначить цели и задачи в наших видео, тем самым отвечая на некоторые вопросы и комментарии. Как сказано в названии нашей рубрики «Давайте разберемся», мы изучаем заинтересовавший нас вопрос, ищем максимум информации в огромном множестве источников, стараемся глубоко изучить тему, проводим ряд консультаций с людьми, которые уже в этой теме. Также общаемся на всевозможных форумах, посвященных той или иной теме, рассматриваем колоссальное количество видео. На выходе получаем суммарную информацию и делимся с вами наиболее интересными данными. Ни в коем случае не претендуем на истину в последней инстанции. Открытый для конструктивной критики и диалога. Основной задачей видим подачу полученной информации из разрозненных источников, в объединенном формате, без предстрастий или критических подходов. Только нейтрально и максимально объективно. То есть пытаемся сэкономить ваше время и создать интересное информативное видео. Как у нас получается? И интересно ли зрителю? Мы будем судить через какое-то время. Мы делаем то, что интересно нам. И делимся с вами. Итак, готовы поделиться с вами нашими экспертными выводами по следующей теме. Так сказать, из уст в уста. Очередная тема, которая нас заинтересовала, это работа и трудоустройство в Италии. Внушительное количество наших соотечественников, уехавших или периодически уезжающих на заработки в Италию, вдохновило нас рассмотреть эту тему. Сразу оговорюсь, что это, наверное, наиболее сложная тема по причине множества противоречий и уникальностей практически каждого отдельно взятого случая. Италия красивейшая и богатая страна. Уровень жизни отличается не только от Украины, но и от разных регионов самой Италии. Разница менталитета компенсируется доброжелательностью. Хотя бывают исключения. Для выезда в Италию, как в любую страну Евросоюза, необходима виза. Оптимально рабочая виза на один год. Поиск работы осуществляется через интернет, через различные украинские центры трудоустройства за границу, через знакомых и т.д. Для страховки желательно иметь обратный билет с открытой датой на год или 100 евро на проезд, которого вполне хватит, чтобы вернуться на родину. При нормальном стечении обстоятельств работа по контракту может подразумевать жилье и питание, стоимость которых будет вычитаться из зарплаты. Полностью или частично зависит от условий контракта и работодателя. Так же работа предоставляется и без жилья и питания. Оплата общежития колеблется от 150 до 250 евро с человека. А вот аренда жилья, конечно же, дороже. Квартиры арендуют чаще всего в складчину от 3 до 5 человек. Цены на аренду жилья, так же как и зарплаты, могут отличаться в зависимости от региона и этажа. На юге немного ниже, чем в центре или в северных районах. Так, если комнату на юге можно найти минимально за 250 евро, то на севере от 300. Комната монолокали, так сказать, все в одном. Подразумевает все помещения. Это и гостиная, и кухня, и спальня. Комната монолокали, обойдется приблизительно в 300 евро. Аренда двух трехкомнатных квартир обойдется в 650 евро. Как всегда, есть варианты от подсредников. Имея возможность, они снимают квартиру, затем сдают нашим соотечественникам на 5-7 человек по 250 евро с человеком. Найти хорошую квартиру иностранцам проблематично. Лишь бы какое помещение для жилья, без проблем. Как правило, сдаваемое жилье укомплектовано всем необходимым. Мебель, техника и так далее. Хостел обойдется от 25 евро в сутки. Покупка недвижимости, как вариант получения вида на жительство в Италии, возможна. Стоимость однокомнатной квартиры от 100 тысяч евро. Проезд в городском транспорте 1,5 евро. В одну сторону. Если покупаете билет у водителя, 2 евро. Если будет необходимость добираться до работы за свой счет, то транспорт вылится в 60-80 евро в месяц. Возможны варианты покупки проездных билетов общественного транспорта. Это приблизительно затраты в 40 евро в месяц. Общественный транспорт ходит четко по расписанию. Но маршруты могут быть неудобны именно для вас в различных случаях. Или сам формат работы требует мобильного перемещения. Тогда возникает необходимость использования собственного транспорта или такси. Такси стоят от 1,5 до 2,5 евро за километр. Понятно. Чем дальше, тем дешевле. На своей машине поездка тоже должна просчитываться. Так как топливо в Европе не дешевое. В Италии на топливо самые высокие цены. Выше только в Голландии. Дизель стоит на сегодняшний день евро 73. Бензин дороже. Пропан приблизительно 60-70 центов. Газовая установка на авто обходится 900 евро с обслуживанием на 5 лет. Медицинские услуги оставляют желать лучшего. Присутствуют бесплатные услуги. Но стоит помнить, что покупка необходимых и привычных лекарств, используемых у нас, в Италии может превратиться в большую проблему. Для покупки нужен рецепт. А если итальянский врач не знаком с историей вашей болезни, то это тупик. Конечно, если вы не захотите пройти полное обследование. Скромно питаться можно за 200 евро в месяц. Пачка сигарет 4,50. Речь идет о Мальборо в данном случае. Замечательный повод бросить курить, особенно тем, кто выкуривает 2-3 пачки в день. Пиво можно найти плюс-минус евро за бутылку. Это 0,66 объем. Все-таки Европа. А позволим себе повториться. Европа это дорога. Продукты в Италии высокого качества. При самом демократическом законодательстве для иностранцев количество иммигрантов зашкаливает. Безработица звучащая. Быстро и легко найти в Италии работу невозможно. На сегодняшний день наблюдается ухудшение на рынке труда. Поиск работы тяжелый труд. Возможно придется искать две работы. Естественно поиски начинаются с низкооплачиваемой, грязной и неприятной работы. Вариантов поиска масса. Очень постараться и максимально прорабатывать нужно все. Но варианты следующие. Через центры занятости Италии. По нашему скромному мнению, это самый долгий и малоэффективный способ. Через интернет. Но не стоит забывать, что далеко не все иностранцы, итальянцы дружат с интернетом. Через церковь. В церковь ходят пожилые люди и могут нанимать помощников семьи или знать кому нужны сиделки и так далее. Через посредников. Как наших соотечественников, так и итальянцев. Как правило посредники берут половину первой зарплаты за услугу. Но подобный вариант куда лучше, чем сидеть несколько месяцев без работы. Не знаю куда поддаться. Городские площади. Там ищут работу все. Там и предлагают, и ищут. Как сказал один из наших консультантов. Что-то наподобие нашего тырла. Ну и также работу нужно искать через знакомых, через протеже. При варианте выезда в никуда, работу можно искать очень долго. Как учит история средних веков, в кризис найти хоть какую-то работу, значительно легче в мегаполисе. По сравнению с маленькими городками. На сегодняшний день ситуация не изменилась. Что касается зарплат, то информация следующая. Минимально встретившаяся нам зарплата, это 400-500 евро в месяц за 5-часовой рабочий день. В данном случае, как вариант, необходима вторая работа. Существуют варианты прислуги по уборке помещений и так далее. То есть, какое-то время отработали на одном объекте, переезд на другой объект и так далее. Как раз это тот вариант, который подразумевает наличие своего транспорта для быстрого мобильного перемещения. Зарплаты на заводах и фабриках в Италии от 850 евро при условии 7,5 часов рабочего дня. Ну, плюс дополнительные плюшки, не обязательно, но встречаются. Это такие, как 13-я зарплата, обеды за 1,5-2 евро в заводских столовых, развоз к месту жительства, к общежитиям, доставка на работу. Дальше, повторимся, что в зависимости от региона Италии зарплаты могут отличаться. Так, зарплаты тех же сиделок в разных регионах могут быть от 600 до 1000 евро в месяц при условии 22-часового рабочего дня и, возможно, одного выходного. На наш взгляд, легкого труда не бывает, но особенности работы с сиделкой впечатляют. Впечатляют не в лучшую сторону. Более подробно несложно узнать в интернете, и посмотреть ряд откровений тех, кто работал на подобной должности. Дальше, работа в семье. Помощником, помощницей или нянечкой оценивается от 5 евро в час при 8-часовом рабочем дне. Максимально может составлять до 1200 евро в месяц. Хотя есть свои плюсы в виде отсутствия оплаты аренды жилья и, возможно, коммуналки. Дополнительным плюсом для получения места может быть владение музыкальным инструментом или иностранными языками. При работе в семье существуют варианты работы для семейных пар. Жена присматривает за домом, детьми, животными, муж за фермой. Вот как раз владельцы вилл искать персонал в интернете будут в самую последнюю очередь. Если вообще будут. Работа на кассе в супермаркете от 1100 евро в месяц. На сезонных работах можно заработать от полутора до двух тысяч евро. Зарплата в 2000 евро в месяц считается довольно высокой, отличной, хорошей зарплатой. Что относится к неклассифицированным рабочим специальностям? Это, в первую очередь, сезонные рабочие на морские горнолыжные курорты. Это официанты, горничные, бармены, помощники поваров, сами повара. Стоит отметить, что при официальном принятии на работу берут активнее молодежь. Разница налогообложений. То же самое касается времени года. В первой половине года налог ниже. Работа, связанная с питанием, требует обязательно сертификации определенного образца. Дальше это операторы, смотрители, рабочие, аквапарков, лунопарков, актракционов, всего подобного, скажем так. Обслуживающий персонал гостиниц, ресторанов и так далее. Дальше это сезонные сельхозрабочие. Это сбор различных культур и различных сельхозработ. Сезонность подразумевает 6 месяцев работы, 6-месячным перерывом. Различные разнорабочие, на скотобойнии, птицефабрики, фермы и так далее. Относительная востребованность наблюдается по специальностям парикмахеров, медсестер, поваров, электриков, сантехников, различных ремонтников и так далее. Но существует определенное но. Необходима сертификация для возможности выполнения некоторых работ. Например, если вы сантехник от бога, но не убедив в этом итальянский разрешающий орган, работать вам в данной сфере будет нельзя. Хотим отметить, что различные курсы, пройденные на родине, значительно могут повысить возможность получения хорошей работы. Курсы могут быть всевозможными. От курсов массажа до курсов основ ремонта компьютера. Инвестируя в себя знания и навыки, в другой стране вы сможете их обналичить путем хорошего заработка и востребованности. Существует тенденция вызывания уважения и симпатии при качестве выполнения своих обязанностей или работы. И напоследок, но не в последнюю очередь, мы затрагиваем такой важный аспект, как языковая инвалидность. Знание языка – это все. Если у вас нулевой уровень итальянского, то не знаю, как работа, а сложности вам гарантированы. Без языка вы чувствуете себя ущербным. Интенсивные занятия перед отъездом и выученные пару тысяч слов повышают шансы на успех. Возможность общения дает дополнительную степень свободы и упрощает поиск работы. Мы постарались в сжатой форме коснуться ряда важных и первоочередных вопросов по данной теме. Если наше видео было полезным, то просим вас лайкнуть его и подписаться на наш канал. Все вопросы и пожелания будут учтены и проработаны. По мере накопления интересных вопросов будем снимать следующее видео. И помните, недостаток информации компенсируется неоправданными обещаниями. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok